МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте! И коротко о некоторых темах выпуска. Губернатор Дмитрий Кобылкин ответил на неудобные вопросы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в прямом эфире ОГТРК Ямал ответил на неудобные вопросы. Жители округа присылали их через интернет, задавали по телефону. Часть обращений записаны на видео. Одна из главных тем, которая волнует население Ямала. Уйдет ли губернатор в отставку? Слухи об этом в народе ходят давно. Люди обеспокоены. Под руководством Кобылкина у региона словно открылось второе дыхание. Растут темпы строительства и ввода жилья, объектов образования, спорта и здравоохранения. Видеть кого-то другого на посту главы автономии большинство жителей округа не хотят. Достался мне сегодня Ямал, я сегодня здесь. Завтра мне предложат какой-то другой регион. Я еще раз говорю, я солдат. Я не могу сказать президенту нет. Представляете, сколько людей сейчас напряглось. Я думаю, что вы это понимаете. Я не могу еще раз обманывать людей, население. Я сегодня делаю свою работу на территории Ямала-Ненецкого округа. Завтра мне скажет президент, Дмитрий Николаевич, ты идешь на выборы в 2015 году, в 2014 году. Все, я иду на выборы. Тогда я ваш. Если вы голосуете за меня, тогда я там... Соответственно, вы спросите, куда ты Кобылкин собрался. Если вы голосуете за кого-то другого, ну это тоже вариант, значит, другой будет в губернаторной территории. Это жизнь. Просто надо понимать, что это просто специфика той или иной профессии, отрасли. Задавали губернатору и вопросы по поводу громкого дорожно-транспортного происшествия в Ноябрьске с участием сына главы администрации города Жанны Белоцкой. Напомню, трагедия произошла 7 сентября на перекрестке рядом с центральной городской больницей. В результате ДТП погибла женщина, мать двоих детей. Водитель мотоцикла был в нетрезвом состоянии. Нам бы хотелось знать, будет ли виновник Аварий наказан на опасти строгости закона, несмотря на высокое положение его матери в нашем городе. Не будет ли дело затягиваться или как-то смягчаться его наказание. Суд состоится. У меня нет сомнений, что он получит то наказание, которое по закону он сегодня должен получить. Никаких поблажек быть не должно. Но независимо от того, какие адвокаты, кто участвует в этом процессе и так далее, человек должен понести наказание за то, что он сделал. Лично мое мнение. Она справлялась и справляется со своей работой. Ей очень тяжело. Она пришла из маленького поселка в большой город. Конечно, для женщины это уже был такой шаг непростой. Практически через небольшое время у нее умер муж. Следом вот эта трагедия с сыном. Она каким-то образом еще держится. Я просто думаю, что на Ямале живут люди все-таки больше сострадающие и понимающие, а не требующие крови, жертвы какой-либо. Я всегда так, во всяком случае, понимал и относился к людям. Депутат законодательного собрания Ямала Павел Крюков провел прием населения по личным вопросам. Генеральный директор ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегаз» общался с жителями Ноябрьска в общественной приемной партии «Единая Россия». В этот вечер за советом или просьбой генеральному директору ОАО «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегаз» Павлу Крюкову обратилось семь человек. Кто-то просил оказать содействие в трудоустройстве мужа, кто-то о прохождении оплачиваемой практики студента, который только что закончил обучение в университете. Просили и о помощи получить квоту на операцию ребенка в Екатеринбурге. Сразу несколько человек обратились по теме продления договоров найма жилья. К примеру, жительница Ноябрьска Гульнара Амирбекова не может заново прописать в комнате общежитие своего старшего сына. В свое время он уехал в другой город. Сейчас вернулся на север, но прописаться обратно не может. Женщина обратилась в суд, но дело проиграло. Ей объяснили, что иск был составлен неправильно. Я живу в этом общежитии. Вот у меня ордер. Первый был в 1997 году выдан. Потом мне дали две комнаты. Благодаря Людмиле Анатольевне я по ее ходатайству обратилась к ним туда, в комитет женщины Ноябрьска. Мы выделили одну комнату, так как у меня трое детей. Служебный номер месяц? Ну вот ордер. Всем такой ордер выдавали. Только почему-то все приватизировали, а у меня везде идет отказ. А у Александра Матвеева в ноябре заканчивается договор коммерческого найма. Общежитие, где он живет со своей супругой, признали аварийным. А администрация отказывается заключать новый договор. Выселять не выселяют, но и прописаться без документа теперь нельзя. А временная регистрация у еще пока жителя Ноябрьска подходит к концу. Александру Павел Крюков посоветовал обратиться в соответствующем ходатайством, к тем, кто предоставлял жилье. И для этого необходим ряд документов, которые семья Алексеевых пока не подготовила. У вас даже обращения нет письменного, то что вы просили продлить договор. Нет, там просто собираешь документы. Непонятно. И отдаешь, а мне уже дают вот это. Вот если разговаривать с документами оборотов, получается, что у вас договор закончился, вы все сидите совершенно спокойно и вас все устраивает. Не собираетесь его продлить. Да. Решение Павел Крюков принимал незамедлительно. Он звонил в соответствующие инстанции и руководству предприятий. Если вопрос требовал более детального изучения, то депутат заверял, что ответ будет дан в ближайшее время. Юлия Москаля, Григорий Куроптев. Новости нашего города. В ночь с 27 на 28 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. На дороге, ведущей в поселок железнодорожников, водитель иномарки не справился с управлением и угодил в кювет. По данным ГИБДД, водитель Митсубиси Лансер, 35-летний мужчина, получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. А вот автомобиль восстановлению вряд ли подлежит. Добавлю, водителя уже лишали прав на управление транспортными средствами. Всего за минувшую неделю в Ноябрьске произошло более 70 аварий. А с начала этого года в Ноябрьске зарегистрированы 90 ДТП, в которых погибли 10 человек. Еще 108 получили различные травмы. Из них 8 дети. В целях обеспечения безопасности в преддверии осенних каникул с 28 октября в городе началась акция «Внимание, дети!». Госавтоинспекция города Ноябрьска убедительно просит всех водителей транспортных средств соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и при перевозке несовершеннолетних пассажиров использовать удерживающие устройства и ремни безопасности. Российские автомобилисты стали чаще нарушать правила дорожного движения. Об этом говорит статистика. Ее опубликовал Верховный суд. За первые 6 месяцев этого года нарушителям правил дорожного движения выписали в 2 раза больше штрафов, чем за тот же период 2012-го. Всего водители должны заплатить в казну государству более 730 миллионов рублей. Это почти на 400 миллионов больше, чем годом ранее. В Ноябрьске за 9 месяцев этого года сотрудники ГИБДД завели свыше 67,5 тысяч административных дел. Это более чем на 5 тысяч превышает показатели аналогичного периода года минувшего. Общая сумма штрафов превысила 22 миллиона рублей. В 2012 году в округе приобрели 12 низкопольных автобусов, оборудованных для комфортного перемещения людей, которые относятся к маломобильной части населения. В этом году парки автотранспортных предприятий пополнили еще 10 таких машин. В частности, в Тазовском и Пуровском районах, Губкинском, Салихарде, Муравленко и Лабытнанге. В своей очереди ждут Новый Уренгой, Надымский район и Ноябрьск. Все меньше жителей Ямала пользуются общественным транспортом. За 9 месяцев количество пассажиров снизилось почти на 10%. В 2012 году все городские автотранспортные предприятия округа перевезли около 14 тысяч человек, в нынешнем на 800 меньше. Убытки от перевозочной деятельности возмещаются из бюджетов муниципальных образований. Причем на помощь от государства могут рассчитывать лишь те предприятия, которые осуществляют социальные городские перевозки. Добавлю, билет на городской автобус в окружной столице стоит 18 рублей. На рубль меньше в Лабытнанге, в Надыме и Надымском районе 16, 15 рублей в Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое. Самый низкий тариф – 10 рублей в Губкинском и Пуровском районе. В Ноябрьске в преддверии Дня автомобилиста в муниципальном предприятии «Пассажирские перевозки» впервые провели конкурс на лучшего кондуктора под названием «Славим человека труда». Подробности у Юлии Москалик. Небольшое помещение забито практически до отказа. Поддержать участников пришли коллеги по работе и родственники. Я пришла за девчонок поболеть. Очень переживаю. Я замбригадира, поэтому, конечно, буду поддерживать вообще-то свою команду. Мамы конкурс. Я пришла поддержать. Кондукторов предприятия – две бригады по 40 человек. Для участия отобрали по пять представителей от каждой. Конкурс проходил в два этапа – теория и практика. На старт. Внимание. Марш. На теоретическую часть дано 10 минут. Все как на экзамене. Каждый участник тянул билет с тестовым заданием. Вопросы самые разные. Например, необходимо знать год создания предприятия или, как называются, остановки на каждом маршруте. Справиться с тестом надо быстро и без ошибок. Зря вы переживали. Сейчас будут проверены на ошибки ваши билеты. И приступим к второму этапу. Тогда, может, девчата отпустить? Пожалуйста, вы уже все. Длина закончилась. Можете общаться. В практической части участников ждали восемь подстанных пассажиров. Им нужно продать билеты. При этом надо соблюдать устав автомобильного транспорта и правила перевозок пассажиров и багажа. Мы говорим одни и те же фразы кондуктора. Не говорим по-разному. Не путаем. Каждый участник должен быть в равных условиях. И все это на время. И под пристальным наблюдением жюри. По словам конкурсантов, больше всего они опасались подводных камней и подвохов. Сумка должна быть определенных размеров. Одна должна быть, которую я должна платить, другая не должна. Потом пенсионная, которая очень много у нас пассажиров в городе. Пенсионная не за этот месяц. Надо обязательно смотреть этот месяц. Как бы так. А так легко все. Просто единственное, что волнение, то, что соревнования. Вопросы такие, что боимся, что что-то там с подвохом будет. Конечно, свои обязанности мы знаем, но бывает же, что. Что они там нам предложат и придумают, мы не знаем. Но, наверное, самый трудный этап – это ожидание своей очереди. Поэтому бригадиры не забывали поддерживать свои команды. На удачу вам, девочки. Я вас люблю. По иронии судьбы получилось так, что общекомандная первое место заняла одна бригада, а вот титул лучшего кондуктора завоевала представительница бригады соперника. Поэтому можно считать, что победила дружба. Спасибо нашему директору, спасибо организации, что нас уважают. У нас и до водителей проходили такие конкурсы, не у водителей. Это первый раз, что кондукторы. Мы очень довольны. Конкурс планируют сделать традиционным, а кубок будет переходящим. Организаторы надеются, что когда-нибудь мероприятие приобретет окружной масштаб. Юлия Москалик, Александр Иванов. Новости нашего города. Далее в программе новости спорта. В спорткомплексе УАО «Газпромнефть» ННГ прошла традиционная мини-спартакеада среди молодых специалистов предприятий и их руководителей. Одна из главных идей ежегодных состязаний – сплочение трудового коллектива. Открыл спартакеаду генеральный директор «Газпромнефть» и «Абрестнефтегаз» Павел Крюков. Команды состязались в трех видах спорта – дартсе, волейболе и перетягивании каната. С большим преимуществом победу одержала сборная руководителей. И это уже вошло в традицию. Ямал готовится к эстафете Олимпийского огня. Напомню, она стартовала 7 октября и продлится 121 день, охватив все регионы России. На Ямал Олимпийский огонь прибудет 4 ноября в Новый Уренгой, затем его доставят в окружную столицу Салихард. Окончательное число покелоносцев от нашего региона пока неизвестно, но точно ясно, что одним из них станет спасатель из Ноябрьска Александр Шохерев. Олимпийский огонь зажгут в Сочи 7 февраля 2014 года на стадионе Фишт. Это ознаменует начало 22-х Олимпийских зимних игр. Лидер чемпионата России по футболу Питерский Зенит не смог увеличить свой отрыв от столичных Спартака и Локомотива. Более того, подопечные Лучано Спалетти были близки к тому, чтобы потерять очки. Матч с Уралом в Екатеринбурге сложился для них непросто. Не прошло и 10 минут, как Халк заработал пенальти. Но он сам же и промахнулся с точки. Уральцев этот факт воодушевил. Под занавес первого тайма они открыли счет. Автор гола – Спартак Гогнеев. Хозяева на протяжении всей игры ни в чем не уступали лидеру чемпионата, но в их составе не оказалось Романа Широкова, который выступил в роли спасителя Зенита. Дубль полузащитника сборной России принес синий-белый-голубым волевую победу со счетом 2-1. Я считаю, что мы сегодня добились выдающегося результата. Очень хорошая игра и здорово, что сумели ее переломить. Эта реакция действительно большой команды, отметил Спалетти. Команда Ноябрьска завоевала первое место в общекомандном зачете финального этапа открытого первенства Хмао-Югры по мотокроссу. Он проходил в Пытьяхе. В мотоциклетных гонках приняли участие 147 спортсменов из многих городов страны. О заслугах своих воспитанников руководство Ноябрьского мотоклуба рассказывает с воодушевлением. Гордиться есть чем. Из 18 заявленных участников в возрасте от 5 до 22 лет 14 вернулись с медалями. Наша команда рассматривается для соперников очень даже, ну как сказать, предпочтительной. И нас просто так объехать нельзя. В этом году команда показала очень неплохие результаты. Это показал и Кубок Ямала, и чемпионат России, и последние, одни из последних выступлений наших ребят. Особенно радует выступление подрастающего поколения, как говорится. То есть в малых классах очень хорошие результаты ребята показывают. Артем Голынзовский – один из самых юных чемпионов. На камеру о своих победах говорит неохотно. Но привыкать к общению с прессой все-таки придется. Первый заезд, ну, приехал вторым, во втором заезде первый. Кстати, среди любителей мотокросса в клубе немало и юных представительниц прекрасного пола. Участвуют в заездах они вместе с мальчишками. Поблажек нет. Пока тебе выдают мотоцикл какой-то, который не жалко, чтобы ты на нем падала. Когда ты уже хорошо научился ездить, тебе выдают свой, собственный, закрепляют его за тобой. Ты отвечаешь за него полностью. Целлофановые пакеты на ручках мотоциклов – это чтобы руки не мерзли, рассказывает Роман Калиба. В спорте он уже семь лет и знает, как обращаться со своим железным конем. Техника хоть и японская, но до ума доводить пришлось самому. Был чемпионат России в августе. Меня сломался мотоцикл. Я был на третьей позиции. Это было для меня хорошо. Я первый заезд приехал в третий, второй заезд у меня мотоцикл подвел. Было, конечно, обидно. Шел на результат, на третий по России. Смогу разряд кандидата в мастера спорта выполнить. Но мотоцикл подвел. На следующий год уже буду серьезнее относиться. А вот и главный болельщик ребят и их талисман. Рада на протяжении трех лет сопровождает спортсменов на все соревнования. Она вообще ко всем ребятам очень сильно привыкла. Мы бываем недовольны. Если кто-то плохо выступает. Немножко лает, рычит. Тем самым недовольствие себе высказывает. Алексей Попов, Юлия Москалик, Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. И последнее. Сегодня в Ноябрьске начала свою работу Вятская ярмарка. О том, какие товары предлагают жителям города-продавцы, в завершающем материале выпуска. Где найти теплые пледы и необычное постельное белье? Ответ простой на Вятской ярмарке. Здесь представлены комплекты из натуральных тканей всевозможных расцветок. В общем, на любой вкус. Причем современной текстильной промышленности не чужды даже 3D-технологии. Рисунок становится более объемным, очень красивый, более реалистичный. Для ценителей исключительно натуральных материалов – подушки и одеяла из бамбукового волокна. Любителям закутаться потеплее здесь готовы предложить одеяло из верблюжьей шерсти. Кроме того, на ярмарке представлен огромный выбор оттопедических подушек и одеял с универсальными наполнителями. Они также в двух направлениях. Это стон, то есть с камнями и с травами, фитонаполнителем. Порадует покупателей огромный выбор постельного белья для детей. В ассортименте комплекты и для девочек, и для мальчиков, и даже для самых маленьких. Для искушенных покупателей – мягкие покрывала и пушистые пледы. Лакомки обрадуются огромному выбору орехов и свежей халвы, фисташковой, арахисовой с миндалем, маком и черносливом. Порадует и огромный выбор самого свежего – меда, варенья и всевозможных солений. Наш огурец, он грунтовой, без нитратов. Мы его выращиваем без всяких химикатов. Засариваем всю эту продукцию в дубовых бочках, храним в реке, чтобы не было доступа кислорода, и он становится у нас жесткий и плотный, хрустящий. Та же самая капуста у нас есть, квашина, маринованная, закусочная, помидор малосольный, красный. Вся продукция без нитратов. Так же приходите, пробуйте, кому что понравится. И на заметку мужчинам. Здесь есть чем порадовать возлюбленные украшения из натуральных камней и огромный выбор изделий из натурального меха. Мы представляем московскую фабрику «Меховая Одиссея», которая на протяжении 15 лет занимается изготовлением меховых изделий, то есть головных уборов, соответственно, шуб, курток. Наша фабрика работает только с хорошим мехом, который закупается на аукционах. То есть занимаются разработкой моделей наши же специалисты, которые проходили свое время обучения в специализированных вузах. Так что, как говорится, жители на Европе, все для вас, приходите, меряйте. Мы вас удивим очень хорошими ценами. Прошу к нам посетить нашу ярмарку и оценить наше качество по достоинству. Выставка-ярмарка работает в Доме культуры «Нефтяник» до 1 ноября. За покупками жителей города приглашают каждый день с 10 до 20 часов. Ксения Япишова, Виталия Харченко. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 19 октября в Сальхарде без осадков. Ветер южный, температура 8 градусов ниже нуля. В Муравленко переменная облачность, без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура минус 9 градусов. В Ноябрьске без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура 9 градусов мороза.